И продолжаем беседу с Иваном Шарковым. Здравствуйте. Здравствуйте. Говоря об изменениях на рынке, которые произошли за последнее время, что бы вы выделили с вашей точки зрения? Да. Ну, я хотел бы сказать про те категории, в которых мы работаем. Кимберли Кларк работает в категориях детская и женская гигиена. Наши бренды это Хагис и Котекс. Что мы сейчас отмечаем про детскую категорию? Это подгузники и трусики. Первое, что в настоящее время мы знаем, что 100% мамочек и папочек пользуются этой продукцией. Поэтому возможности для привлечения новых покупателей нет. И нам нужно что-то придумывать для того, чтобы расти, для того, чтобы двигаться дальше. И здесь без ритейлеров сложно обойтись. Второй тренд, который мы видим, к сожалению, количество новорожденных детей в России меньше наших ожиданий. Это следствие кризиса 90-х годов, когда было меньше детишек. И сейчас мамы, которые были тогда детьми, соответственно, на меньшую базу мы имеем меньше детей. Плюс мамы обзаводятся детьми гораздо позже, чем раньше. Делают карьеру, ведут активный образ жизни. Это приводит к тому, что количество детишек меньше. Поэтому что мы делаем? Мы создаем новые продукты для того, чтобы спектр применения наших продуктов был больше. Например, в этом году мы выпустили Хаггис ночные трусики для того, чтобы мама могла днем пользоваться одним продуктом, а ночью другим, потому что там большая впитываемость и другие потребительские характеристики. А второе, в категории, женская категория, наш бренд Котекс, мы видим, что молодые девушки, они больше занимаются здоровым образом жизни, занимаются спортом, ведут активный образ жизни. Поэтому мы выпустили новый продукт инновационный, это Котекс Эктив, который как раз-таки рассчитан для соответствующих тем вызовам и тем трендам, которые есть. И раз уже заговорили о проектах, да, все-таки за прошедший год самый удачный кейс, который реализовала компания, вот с вашей точки зрения? Здесь я как раз-таки приведу сеть магазинов «Магнит». Во-первых, все те инновации, которые мы сделали продуктовые, мы не можем донести до нашего покупателя без наших партнеров. Поэтому эти продукты были своевременно представлены на полках магазинов. Это первое. Второе. Сеть у магазинов «Магнит» нам очень важно, чтобы тот ассортимент, который мы предоставляем, максимально соответствовал тому окружению, тем покупателям, которые живут в этих локациях. Потому что количество магазинов очень много, территории неоднородные, разнообразные, у покупателя разные потребности. И вот этот большой кейс, который мы с «Магнитом» в этом году сделали, мы настраивали ассортимент под каждую географию, под тех потребителей, которые там есть. И на следующий год собираемся это продолжать. И вы уже заговорили о планах. Тогда у меня последний вопрос. А есть ли что-то, что не удалось реализовать в этом году? Это хороший вопрос. Обычно мне нечего сказать, что что-то большое мы не реализовали. Все в наших руках. Мы желаем вам удачи. И что бы вы спросили у «Магнита»? Я, наверное, спрашивать не буду ничего у «Магнита». Я просто пожелаю «Магниту» удачи и найти правильный баланс в взаимодействии с поставщиками. Спасибо. И мы желаем вам быть на одной волне. Благодарим вас. Спасибо. 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 Спасибо.